добрый вечер так вторая попытка взял какие-то инструменты из гаража вот примерно можно видеть что-нибудь да ну наверно это не нужно будет хорошая вещь на чистить правда это более было дома на для спидометра ну вот сейчас покажу более точно более точно что я буду делать так надеюсь получится как-то на вот эти шубчики эти шубчики такие не зашел в google translate и не перевел их открутить маленькая тут кричит вот эти открутить нужно почистить вот эти места здесь нет вот здесь вот эти места нужно почистить и аккуратно аккуратно заклеить тогда здесь будет порядке . можно оливе оливе нас на на мелкая не хочет сфоткаться ладно наверное прибежит еще так что вот на только что пришли из садика две другие сестры ушли гулять мелкие играют в gta ну как и все вот так что да буду разбирать и поход бы дальше немножко что то что будет ну вот одно открутил да и зашел гугл и гайка называется конечно помните был мультик про гаечку вот все помнят вот выглядит такая супер супер маленькая будет фокус не будет какая разница вот и это нужно клеить она такая как с такой наружная может можно будет видеть может не будет видно да ну ладно ну и конечно как всегда до чтобы для этой работой все почистить достал свою вот это все или ювелирная да это лупу очень помогает потому что после после операции на глазах мне когда-то было так что я не мог видеть вдаль было минусы были минусы сейчас очень хорошо увижу вдаль но не очень хорошо вблизи но это был компромисс мне говорили говорил доктор что будет такая фишка так что надо как сказать всегда есть компромисс что выбираешь всегда сходить в очках или немножко вблизи не видеть ну читать я могу но такие супер мелкие вот как когда-то вот так вот мог читать да так уже не могу ну и наверное не надо для таких маленьких шурупчиков да купил вот такую приспособу которая тоже тоже использую делают такие металлические модельки когда-нибудь вот у меня кораблик остался делать может следующие этой вырезки покажу планы что хочу делать дальше вот но тут один шурупчик выкрутил принципе 3 открутил да и осталось 1 2 3 4 5 осталось почему так много ну ладно как всегда после ремонта остается пара шурупов лишних нормально ну вот обещал что-то пофоткать тут про эти модельки и принципе его ты делала вот такие вот начал делать их норвегии когда делать не было реально чего и они металлические делается без клея без ничего и просто сделал специальную такую полку для своих искусства да и такие они продаются таких коробках и вот таких металлических как бы лазером или чем там водой вырезали из металла и потом просто нужно вот сгибать вот это и получается вот последний проектик кораблик мне остался и для этих для этих целей покупал вот это увлеченность увеличительное стекло но если делать нечего можно поделать но думаю что это не для очень маленьких потому что работать скурпулезная очень маленький да например если здесь вот здесь делал бетонный мешалк а можно увидеть примерно какая она маленькая каждая деталька там очень много деталь такую одну я делал где-то неделю наверно есть например вот этого змея да и делал где-то месяц или два зависит это конечно то сколько времени есть потому что они самое это главное в жизни принципе занять себя если нечего делать можно так что наверное когда кораблик тоже буду когда-то делать и сделаю какое-то видеть небольшое ладно встречаемся тогда у компьютера опять ну вот приготовил шурупчики все почистил закрутил выкрутил посмотрел конечно самая большая проблема в том что я сделал это колхоз и все в этом клею конечно если бы нормально сделал давно бы уже закончил все это дело вот выглядит это примерно так такие супер супер маленькие они на такие вот эти гаечки надо сейчас взять и осторожно вклеить обратно и конечно там сейчас эти места они все в этом клею тоже надо чистить не умеем нормально работать что сделать как есть я и меня . савица наша вот и на сейчас поклею выпив кофе и потом покажу что будет наверно уже конечном буду закручивать так как у меня там вот эти места где эти должны быть эти гайки да я там очень красиво сделал этим клеем буду пробовать сначала думал чем-то выковырить но там нельзя так просто выковырить они там этот клей внутри ну сам сделал этот есть этот шуруп иверт который рекламировал да который супер все говорят супер непрофессиональные я как-то пол дома ремонта с ними сделал да я могу сказать если например шуруп вкручиваешь стенку да берешь дибель до шуруп вкручиваешь принципе рукой ну если вот этот останавливается рукой уже ты сам сильнее принципе не закрутишь так что сила нормальная и я пробовал еще закручивать дрелью большей большой это немножко тяжелое это дело да но и бывает что отрывает головки у шурупов да а это принципе если он больше не может закрутить закрутить значит это вот и в конце я поставил вот такую 5 5 вот эту звездочку такую я надеюсь и я смогу приделать такую дырочку где посадить эту галечку вот стих опять ну вот почистил эти пазы да наверно и буду пользоваться тем же не очень хорошим клеем но другого у меня нету и принципе перепробовала как я говорю всякие всякие варианты она не клеит сразу может быть она потом просто получается что я сейчас вот этот колхоз который делал я делал просто вот на эти петли подставил клей со всеми шурупами со всеми гайками хотел сразу приклеить но не было возможности как-то это все стабильно поставить или закрепить на но сейчас я просто думаю вот эти маленькие гаечки на мажу клеем и поставлю в эти пазы и надеюсь и поставлю наверно на ночь пусть они сушат или как это там и надеюсь что утром ну вот утром да отвезу детей и потом буду буду надеяться что это все будет держаться но если не будет держаться тогда да тогда вот план 2 брутальный план просто здесь здесь где вот эти гайки должны быть здесь просто пристрелить дырки из второй стороны пластину и все просто ну колхоз максимум да но держаться будет насмерть следующий раз если будет ломаться наверное со всей крышкой тогда но хочется чтобы красиво было сначала поторопился и не очень хорошо получилось но ничего ладно тогда до завтра и позже может быть вот пока это случится буду снимать как я не разбираю свою панель для шарана батареи подыхает опять начал снимать видики появилась проблема что не батареи не держит так вообще проблем не было потому что и на работе у меня беспроводная зарядка и машине беспроводной зарядки дома меня беспроводной зарядки всегда где есть сразу ее кидаю и она заряжается вот между прочим будет еще обзорчик на мою колонку которая сдохла я уже наверное говорил здесь просто можно видеть тоже такая колхозная батарейка ее не буду выбирать не батарейка бумбокс и здесь наверху можно видеть что тоже была беспроводная зарядка просто немножко что-то там провод что-то электричество не туда наверно пошло и здесь можно видеть здесь было под а вот это и вот где поднять вот эту колонку была беспроводная зарядка вот стоит просто телефон туда ставящие она заряжается сама колонка на вот большая старый радиотехники сделал старая радиотехника вот такой минимум колхоз да но получилось прикольная переносная в принципе колонка которая тоже надо делать и это надеюсь на этой неделе как-то тоже руки дают пока отпуск могу всякое тут вытворять вот и ну конечно с детьми еще надо куда-то съездить ну еще одно такое немножко дополнение залил там этого супер клея и вроде они там держатся единственное конечно не настолько настолько супер маленькие что пришлось ну там залилась и сам этот сама гайка вот так что я думаю после того после того как будет что-то мерцает экран после того как это все засохнет я думаю что надо будет каким-то образом брать и не знаю чем-то просверливать эти дырки этот клей с одной стороны ну как бы ну да и он не клеит вообще потому что я помню старый верюна когда-то оклеил супер клеем даже пальцы слепали да вот сейчас я подправлял пальцем и вообще ничего даже не остается на руках сделали наверное наверное нельзя столь токсичный клей делать как старые времена вот так что да заклеил и не знаю в принципе когда-то было так что через уже пару минут она уже затвердевает да здесь смотрю вообще даже она не перекрылась такой белой фиговиной так что не знаю может быть через пару часов еще посмотрю как они там как это там есть здесь все становится хуже когда-то трава была зеленее да клеили были лучше да и жизнь ярче вот ну сейчас как есть так что не знаю колхоз на колхозе кто-то вот из мелких сломал самое главное что дисплей рабочий на тем что чем я сейчас занимаюсь это чисто такое ради нищего делать потому что нормально конечно был бы просто взять крышку где-то на amazon заказать но наверно тоже сын наверно да если не получится и если вообще разломая но просто надо будет заказать потому что вот эти эти модели которые есть доминатор про да не очень много вариантов да у меня компьютер с 1070 видюха и но также самое смотрел и 90 80 90 60 старые даже 700 серия на них стояла и очень много их производили просто с разными конфигурациями так что модель уже как бы старая на это как бы как бы хорошо если покупать и компьютеры покупать что-то супер новое да там может охлаждение не будет работать как надо она ну как бы не протестя на еще да это уже такое добро это еще из этих моделей видите вот который еще очень большие потом сразу через где-то полгода начали производить вот эти плоские эти варианты но кто-то говорил что там с охлаждением плохо например и то же самое если здесь видюха 1070 она стоят стоит она но большая видюха потому что когда вы покупаете компьютер можно нужно смотреть если такое например 1070 вот не помню риксели но какие-то три буквы там в конце это означает что она тотально урезанная если вы хотите купить продавец скажет вот у вас там ну ладно если вы сейчас будете покупать за нормальные деньги там будет какая-то 2070 или 2080 даже до видюха но очень нужно четко смотреть на эти буквы которые там например мое время да когда я покупал можно было такой же такой же например 1070 видюху купить но и в конце я посмотрю для интереса какие там вот эти буквы были какие-то три буквы в конце и она она уже так уже ноутбучная которая здесь стоит внутри да но еще есть еще урезана ноутбучная да но это еще хуже вот так что как мы все знаем да портативно видеокарты мы очень тяжко поменять да якобы можно да но это как я уже говорил видики это очень большие деньги нового видюха где-то в районе штук евро на и потом надо нести наверное сервис чтобы там bios перешили ну как бы я сам еще не менял никогда видюху думал очень потому что мне на ташибе компьютеры было видюху я спалил и думал ставить думал думал и в конце концов это цена настолько большая в это видео и что когда уже придумал уже это сама модель уже компьютер была устраившая мне кажется ташиба какой-то 2 до 2 до 2 point 2 ну 2 2 2 до да такие были когда-то компьютеры это было это новое поколение после после вот одноядерные теперь первые которые двуядерные на были вот компьютеры двухпоточные 2 ядерные как-то наверно так я уже забыл это технологии меняются эти трейдинги чё там хайпер трейдинг чё там они появляются но все равно да сейчас вот AMD начали свой процессор нормально делать может вообще intel закроется знаю может это просто бизнес может кто знает вот так что да будем ждать пока вот это все мое искусство мое искусство мое искусство затвердеет с одной стороны всегда ну как бы хорошо что можно поклеить другой конечно это место где она клеится супер клеем она становится намного она но не прочная она как это не прочная наоборот да там ломается да может сломаться она остается но не прочная становится так что не знаю самое главное что механически технически все работает это просто корпус конечно жалко что делать поспешил народ не убрал компьютер вот и сейчас занимаюсь ерундой какой-то ладно давай тогда и потом когда буду закручивать все это чистить наверно тоже наверно возьму какую-то маленькую супер сверло и думаю здесь где-то на миллиметр полтора где-то сверло маленькая просто руками пробурю и что-то такое так колхоз добро пожаловать домашний колхоз вот зато сам